Привет всем, кому интересен ремонт. Сегодня у нас BMW E90 2007 года. 2 литра дизель, мотор М47Н2. Значит, туристы из Франции ехали в Валенсии. Машина заглохла на трассе, привезли ее в какую-то мастерскую. Им объяснили, что у них проблемы с распредвалами. У меня подозрение, что у нас проблемы немного глубже. Скорее всего, у нас проблемы с цепями, потому что при попытке провернуть коленвал у нас распредвал стоит на месте. Это видно через горловину масляную. Ну что ж, попробуем, что мы в этом случае сможем сделать. Отсоединяем аккумулятор и начинаем разбирать, чтобы определить глубину всех повреждений, чтобы мы могли правильно сделать смету. Для этого нам надо, по крайней мере, поднять головку блока цилиндра. Снимаем все пластики, все отсоединяем и вперед. Болтики не штатные. Кто-то их потерял и поставил здесь болтик с гаечкой, причем под крестовую отвертку. Болтики не штатные. еще один какой попала болт задней стороны не поставили вообще почему не поставили вот здесь не поставили его для того чтобы я сказал предыдущему механику спасибо крайне неудобный болт и абсолютно очевидно он там лично скажу еще раз вот эти гаечки не теряем они хитрые они у нас подключена 11 и резьба на 7 здесь у нас штекера вакуумные шланги клапана поэтому отсоединяем штекера и сам клапан снимаем с коллектора вы увидите либо отсоединяем как вам будет удобно смотрите вот эти резиночки здесь такие потом покажу стараемся не терять они от вот сюда потому что иногда они падают коллектор вот здесь я честно говоря не пойму то ли она у меня выпала где-то там валяется то ли ее изначально любом случае и надо будет поставить и проверить коллектор чтобы она у нас не дай бог не закатилась во внутрь да кстати и вот эти вот прокладочки поменять потому что из-под них как мы видим у нас вытекает масло выбираем наиболее удобное место для слива антифриза здесь это у нас охладитель коробки кстати на антифриз он не похож это больше похоже на обычную воду сэкономили и и и и и и и ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Форсунки шевелятся, это хорошо Это нам повезло Очень приличные форсунки Кстати, свечи накала, по всей видимости, тоже не так давно меняли Форсунки шевелятся, это хорошо Форсунки шевелятся Форсунки шевелятся Форсунки шевелятся Форсунки шевелятся Форсунки шевелятся Форсунки шевелятся Продолжение следует... 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 вон он у нас стартер а вот здесь видите белая такая петля вот эта заглушка которая у нас открывает вид на отверстие блокировки коленвала сейчас мы выдернем и туда ставим блокиратор мне бы не хотелось здесь больше ничего разбирать здесь ему мешается здесь ему что-то мешается или кабеля но это не беда потому что у меня есть точно кожи только короче вот это вот правильный от мотора а вот это вот тот который я сам когда-то при примутил оригинальным конечно точнее не оригинальным а стандартным можно это делать но если у нас все разобрано в этом случае попробуем главное чтобы длины хватило ну вроде бы я так точно не скажу но вроде бы я это именно для таких моторов и дел так теперь теперь нам надо открутить центральную центральный болт коленвала закручивается коленвал с усилием 40 ньютон метров а потом еще 120 градусов так как он здесь присыхает понятно что усилия на откручивание должно быть повеселее поэтому мы здесь так на намудрим рычаг неслабый ну затянул хорошо здесь никаких нареканий я честно говоря думал что так как мы видели открученные болты сюда кто-то лазил и неправильно закрутил с меньшим с меньшим усилием поэтому снимаем шкив разбираем дальше и смотрим что же именно есть причиной того что у нас ничего не крутится и вот что я заметил начал крутить и у меня цепь выскочила и упала вниз вот теперь все понятно действительно у нас порвана цепь теперь нам надо снять переднюю крышку для этого нам надо будет снять компрессор шкив генератор гидроусилитель руля ну и открутить все болты на крышке по кругу в том числе если я не ошибаюсь 4 болта на поддоне ну это так между делом у нас Mercedes GLK здесь он так по мелочи пришел покраситься ну вот самое что неприятно это бампер можно ли его отремонтировать ну я думаю да конечно можно стоит оно того я думаю что нет бампер мы решили ставить с разборки и я нашел один но бампер который не пришел он имеет парктроник а наш бампер не имеет парктроника поэтому нам надо этот парктроник удалить точнее нам надо заделать эти отверстия кстати вот что любопытно парктроник видите судя по краям он ни разу не штатный то есть один человек его как бы резал а нам его придется заделывать в первую очередь мы берем зачищаем освобождаем от грязи краски ищем такой же пластик у нас он под рукой теперь мы берем вырезаем заплаточку чуть больше размера чем отверстие которое мы должны перекрыть берем одну из наших пяти насадок в этом случае нам понадобится плоская и вибромашинку либо какую там называете мультитул но это уже каждый называет как хотите чтобы бампер не прогибался под лагу что-то жесткое например кусок доски ставим нашу латку прижимаем вибромашинкой и топчем педальку и смотрим что у нас получилось повторилась даже структура дерева теперь что нам надо сделать нам осталось легонько зашпаклевать зачухать и покрасить так вот не существует более быстрого и надежного способа для ремонта пластика это многократно проверено то есть это не только для того чтобы отверстие заделывать если вы следите за моими видео вы можете увидеть что я ремонтирую порывы порывы на углах припайка недостающих деталей на бамперах значит этот комплектик насадок я продаю их 5 штук это у нас ровный который мы сейчас только что пользовались внешняя дуга, внутренняя дуга внешний угол, внутренний угол этот комплект стоит 50 евро сделано из двух миллиметрового железа сваренное и захромированное просто красота блестит как золото значит очень рекомендую иметь педаль если она у вас есть или вы ее сможете сами изготовить отлично вот если у вас нет и у вас как бы не получится ее сделать есть вот такая педаль сюда мы включаем левромашинку сюда мы включаем 220 вольт и нажимаем педаль педалька стоит 40 рублей 40 евро вот если вам надо то это тоже мы с вами можем договориться кому интересно вы можете обратиться под видео есть адрес электронной почты значит обращайтесь мы спишемся отправка по Европе в Англию и на Ближнем Востоке даже в Израиле интересовался сколько это стоит у нас получается в пределах 15 евро 14-16 евро еще раз повторю если вы покупаете этот комплект вы его отобьете на половине ремонта потому что некоторые ремонты очень-очень трудоемкие очень затратные вот благодаря этому способу вы сократите время работы на порядок даже не в разы реально на порядок и отобьете вы этот комплект буквально за пол ремонта а может и меньше поэтому кому интересно обращайтесь под видео есть адрес электронной почты мы договоримся и продадимся давайте продолжим с нашим предыдущим ремонтом значит смотрите у нас вот они болтики которые держат поддон 4 штучки вот оно насос гидроусилителя у нас вот раз болтик на подключить на 13 вот там внутри я не могу вам показать вот здесь внутри еще будет один и сверху дальше у нас компрессор компрессор у нас вон он болтик подключить на 13 вон там еще вон он видите подключить на 13 ну и как положено еще сверху генератор у нас крепится сейчас покажу где будем снимать генератор у нас крепится одним болтом и вот шкив этот снимем кстати 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 его бы неплохо поменять и там у нас есть еще один болт да шкив у нас подклинил так 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 это так 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 Компрессор прикручивается всеми тремя болтами снизу. Снимаем водяную помпу. Я, конечно, буду настаивать на том, чтобы помпу поменяли, потому что помпа фактически считается раскладником. И если она выйдет из строя через какое-то время, человеку придется платить за полный демонтаж, ну как полный демонтаж, чтобы добраться до помпы. Здесь так снять надо достаточно. А в нашем случае за работу я не возьму ничего за помпу, потому что у нас она и так и так снята. А вот натяжитель надо поменять обязательно. Здесь как бы в него должна пружина упираться, вот в этот пымптик. А он у нас обломанный. Судя по цвету, давным-давно. Ну, я знаю, сейчас кто-то скажет, говорит, сам сломал. А одно строишь, другое ломаешь. Помимо того, что нам надо на головку, то есть клапана, прокладка, болты, это нам все сделают и привезут. Без нас. Натяжитель ремня. Проходной ролик. Прокладка под крышку двигателя. Крышка ВРМ. Передний салик коленвала. Водяная помпа. Масляный фильтр сразу. Комплект ВРМ. Прокладка поддона. Вроде бы все. Если вдруг что-то по дороге там всплывет, если я вспомню, что забыл, конечно, я еще допишу. Теперь нам надо сплюсовать цену вот эту. Нам надо сплюсовать будет цену, которую нам предъявят за ремонт головки, за замену клапанов, направляющих. Приплюсовать работу. И с этой цифрой надо будет позвонить клиенту и объявить цену. Приблизительно цену я им уже говорил. Но теперь надо постараться сделать это до последней копеечки. Будет, конечно, еще масло. Его мы поменяем. И еще будет... Что еще у нас будет там? Давайте воздушный фильтр тоже. Как-то так. Продолжение следует...